Русский язык Доброе утро! Тема нашего урока русского языка Звуки и буквы Мы будем уточнять представление О существовании признаков Звуков и букв Учиться поставлять звуковое И буквенное обозначение слов Послушайте, пожалуйста, Внимательное стихотворение Мы не буквы, мы звуки речи Изучает фонетика нас Мы не буквы Мы звуки речи Произносят и слышат нас Дыхание свободное в каждой гласной В согласных прерывается намек И только тот гармонии достиг Кому чередование их подвластно В начале урока я вам сказала Что тема нашего урока Звуки и буквы Сегодня мы будем на уроке Разговаривать именно о них Откройте, пожалуйста, учебник На странице 45 Прочитаем вместе Тему урока Звуки и буквы Мы будем также учиться Различать гласные и согласные звуки Правильно обозначать звуки буквами В письменной речи, ребята Как вы думаете, ребята, умел ли древний человек писать? В древности человек для того, чтобы написать какое-либо слово Наглядно изображал рисунком соответствующий предмет или явление Например, воду он показывал волнистыми линиями Такие упрощенные рисунки называются, ребята, иероглифами Далее, послушайте еще одно стихотворение Дым на улице стоит Дом из трупового лета В день весеннего ворота Наконец растаял мед Пироги пекутся в речке Рыбаки сидят у печки Я нашел огромный гриб Но простыл противный гриб Прочитайте Что вы заметили? Исправьте ошибки Что мы произносим с вами и слышим? Конечно же, звуки Что мы записываем и видим? Конечно же, буквы Прослушая стихотворение, у вас, наверное, возникли такие вопросы Именно в следующих строках Могут ли пироги печься в речке? Конечно, нет Но рыбаки, конечно, могут сидеть у печки Я нашел огромный гриб Удвойный, согласно Гриб Гриппом мы можем только заболеть Но простыл противный гриб Грипп не болеет, ребята Болеть можем мы только гриппом Дым на улице стоит Дом из трупового лета Конечно, это же вымысел В день весеннего ворот Вот, наконец, растаял не мед, наверное, а лед Правильно? Поэтому, ребята, мы эти ошибочки с вами нашли и разобрали Давайте откроем упражнение номер один на странице 46 Прочитайте стихотворение С добрым утром Вместе с солнышком встаю Вместе с птицами пою С добрым утром С ясным днем Вот как славно мы поем Данное стихотворение написала Благинина Как ты объяснишь название стихотворения? Когда мы так говорим с добрым утром? Наверное, когда просыпаемся А что значит слово «славно»? Как можно сказать по-другому? По-другому можно сказать «хорошо», «прекрасно», ребята Объясни, одинаковое ли количество звуков и букв в слове «пою»? Букв у нас три А звуком вспомним Буква «йо» у нас какой дает звук дополнительный? Спешите любое выделенное предложение Только одно, ребята Далее в этом стихотворении найдите еще звуков больше, чем букв Например, в слове «встаю», «ясным», «поем» Почему у них больше звуков, ребята? Потому что звуки обозначают два звука Чем отличаются звуки от букв? Звуки, ребята, мы слышим А буквы мы и пишем Далее давайте перейдем к упражнению номер 2, страница 46 Прочитайте Подумайте, какие слова в предложении пропущены Упражнение номер 2, страница 46 Прочитайте Подумайте, какие слова в предложении пропущены Для того, чтобы правильно подобрать слова У нас они есть для справок Спишем Слышим Называем Произносим Видим Звуки мы слышим и произносим Буквы мы пишем Видим Называем Правда же, ребята? Также и звуки, кстати, мы тоже называем Прочитайте на странице 47 На что нужно обратить внимание Обрати внимание Тысячи разных звуков окружают человека А из каких звуков складываются слова? Из звуков человеческой речи Эти звуки возникают тогда, когда работают органы нашей речи Язык, губы, зубы, голосовые связки Далее, ребята, упражнение номер 4, страница 47 Рассмотри картинки Далее составь каждому слову звуковую схему Это вы прекрасно умеете делать И сделайте это в тетради для схем Запишите слова буквами Сравните звуковую схему и слово Посчитайте количество звуков И букв одинаковое, либо нет Прочитайте на странице 48 Как обозначаются звуки В русском языке существует определенное обозначение звуков Звуки обозначаются буквами в квадратных скобках Слово код можно изобразить так Каждая буква отдельно заключена в свою скобочку А слово кит так Тоже у вас образец есть Сравнее обозначение первых звуков в этих словах Чем они различаются Запись К показывает, что это звук твердый, согласный Запись К с наверху запятой показывает, что этот звук мягкий, согласный Это вы тоже должны обязательно запомнить В рабочей тетради вы выполните только задания под номер 4 и под номером 2 А основная ваша работа будет научи.ру, ребята Математика На уроке математики мы будем с вами учиться складывать однозначные числа с переходом через десяток Следующего вида К 7 прибавить 4, к 8 прибавить 4, к 9 прибавить 4 Будем с вами продолжать развивать вычислительные навыки И будем также продолжать учиться, решать задачи, правильно записывать краткую запись и ответ Короче говоря, что правильное оформление задачи Давайте немножечко порешаем с вами устные задачи Вы должны найти ловушку Если можно решить эту задачу, если тут полная вопрос задачи Полная в этой задачи, помимо вопросов, условия задачи Только тогда мы ее будем решать, сможем решить Вспоминайте это, пожалуйста В нашем классе три Оли и две Наташи Есть ли у нас вопрос, что мы должны узнать в задаче? Нет, конечно Для того, чтобы правильно решить задачу, должен стоять вопрос Танцами занимаются три Оли и две Наташи из нашего класса Сколько всего девочек занимаются танцами? Эту задачу мы, конечно, можем решить Потому что у нас есть условия задачи, есть вопрос задачи Мы эту задачу решаем То есть к трёму три прибавляем два У нас получается пять Этим ответом мы узнаем, что пять девочек занимаются танцами в нашем классе Когда мы пойдем в кино? Кто пойдет в кино? Неизвестно Сколько пойдут? Тоже неизвестно Только нам известно, когда пойдем в кино Ну, далее нет условия задачи Не можем решить На тарелке шесть яблок, а груши на четыре больше Сколько яблок осталось на тарелке? Ну, мы же знаем, что яблок шесть А вопрос-то у нас про груши Поэтому неправильный вопрос задачи Поймали два больших и четырёх маленьких карасика Три карасика отпустили Опять мы не можем решить эту задачу Потому что нет вопроса Это математические, ребята, ловушки Начертите, ребята, в тетради прямоугольник И проведите две линии Чтобы у вас получилось восемь треугольников На одном из уроков мы уже это задание делали Поэтому его можно сделать толстым Просто повторить Далее, ребята Давайте попробуем все вместе решить пример К восьми прибавить четыре На странице шестьдесят семь Он у нас с вами записан Для того, чтобы к восьми прибавить четыре Нам нужно число четыре разделить Почему мы его будем делить? Потому что мы будем прибавлять частями Сколько надо прибавить сначала Чтобы получилось десять к восьми? Конечно же, два А затем еще два у нас останется Может десяти прибавляем Два У нас получается двенадцать И если кто-то не понял Как частями нам можно прибавлять Вы можете рисовать графически Например, нарисовали в одной строке восемь кружочков А вот на другой строке ниже четыре кружочка Только разными цветами И просто к восьми вы подставляете Еще два кружочка Чтобы получилось десять А потом уже десяти еще прибавляем И тогда нам будет намного удобнее решать данные примеры На странице шестьдесят семь У нас показано Нарисовано семь треугольников Красного цвета И четыре треугольника синего цвета Для того, чтобы нам правильно прибавить к семь К семи четыре Мы число четыре разделим на две части составные Удобно к числу семь прибавить три Чтобы получить десять Мы к семи прибавили три Получилось десять Остался у нас один треугольчик Мы добавили к нему еще один Получилось одиннадцать Рассуждая так же Вычисли к восьми плюс четыре Девяти плюс четыре Сделать это, ребята, можно устно Не записывая в тетради Запомните, что в красной у нас рамочке Примеры к семи плюс четыре – одиннадцать К восьми плюс четыре – двенадцать Девяти прибавили четыре Получилось тринадцать Задание, ребята, номер один Страница шестьдесят семь Выполните первый столбик у себя в тетради С объяснением, с комментированием Второе и третье можно сделать Устно-столбики у себя в тетради Не надо их записывать в тетради Сколько всего прибавили к шести? Ребята, мы сначала прибавили четыре А потом прибавили три У нас получилось десять И к десяти прибавили три Получилось тринадцать Первый столбик мы записываем в тетради А два столбика мы делаем устно, ребята Номер три со страницы шестьдесят семь Вы сделайте составные числа двенадцать Добавьте второе слагаемое, чтобы получить число двенадцать Добавьте первое слагаемое, чтобы получить число одиннадцать Второе слагаемое, чтобы получить число одиннадцать И второе слагаемое, чтобы получить число тринадцать Далее работа Ребята, основная работа у вас будет На портале учи.ру В тетради мы с вами записываем только первый номер И второй номер задачи Только первую задачу Вот это номер два, первую задачу Все, ребята Окружающий мир, тема нашего урока Почему нужно есть много овощей и фруктов Мы, ребята, будем с вами расширять знания об овощах и фруктов Познакомиться с витаминами, их значение для человека Учиться соблюдать правила гигиены при употреблении фруктов и овощей Давайте с вами вспомним тему прошлого урока Зачем нужно нам спать ночью? Для того, чтобы наш организм смог отдохнуть, набраться сил Как нужно готовиться ко сну Вспомните, пожалуйста Люди каких профессий ночью не спят Это пожарники, это полиция, это медицина Эти профессии ночью не спят Овощей и фруктов нужно кушать много Потому что в них содержатся витамины Витамины, ребята, это вещества, необходимые для здоровья Давайте откроем страницу учебника 54 Научимся различать с вами овощи и фрукты Узнаем же, что такое витамины Я вам уже сказала, что это вещества, которые необходимы для здоровья человека Вспомните, какие овощи и фрукты вы знаете Рассмотрите рисунок Назовите сначала овощи, а потом фрукты Ну и овощи первые я вижу Чеснок, огурец, свекла, редис, лук, морковь Ну и наверное все Фрукты, дыни, а помидоры еще, овощи, фрукты Лимон, груша, дыня, апельсин, банан, ананас и яблоко С помощью учебника давайте с вами узнаем, какие бывают витамины В чем они полезны и в каких же продуктах они содержатся Витамин А, вот он вам сейчас очень необходим Если вы хотите хорошо расти, хорошо видеть и иметь крепкие зубы Вам нужен Я, витамин Я Витамины Я очень много, ребята, в капусте, в моркови, в помидорах Витамин В, если вы хотите быть сильными, иметь хороший аппетит И не хотите огорчаться по пустякам Вам нужен Я Посмотрите на картинке Муравьишка вам подсказывает, в чем он содержится, витамин В Витамин С Если вы хотите реже простужаться, быть бодрыми, быстрее выздоравливать при болезни Вам нужен Я Подумайте, какие витамин С Самый кислый, это у нас лимон Апельсины бывают кислые Там очень большое содержание витамина С Грейпфрут Запомните, пожалуйста, ребята, самое главное правило Что овощи и фрукты перед едой нужно обязательно мыть Приведите примеры овощей, возможно, которых нет на этих картинках Почему нужно есть много овощей и фруктов? Постарайтесь себе ответить на вопрос Что такое витамины? Вы должны это тоже обязательно запомнить и знать А я вам, ребята, еще дам дополнительный материал про витамины Впервые в 1880 году русский врач Лунин доказал необходимость витаминов для нормального роста организма Ученый провел следующий опыт Группа животных получала искусственные выделенные компоненты пищи Белки, жиры, ульи, воды, воду и минеральные соли Содержащиеся на этом рационе животные гибли Если же в этой пище добавлялось натуральное молоко, они выживали Значит, кроме указанных компонентов пищи Содержатся еще какие-то, причем очень важные для жизни, вещества Польский ученый Казимир Функ дал этим веществам название витамины Соединив в одном слове латинское слово vita, что означает жизнь И суффикс амин, указывающий на отношение к аминокислотам С тех пор было открыто много витаминов Определена их роль, изучены их строения Большие успехи имеются в их производстве То есть искусственным получением Отсутствие витамина D в рационе детей приводит к развитию рахита Отставание в росте, деформации костей Если в организме мало поступает витамина А Может появиться болезнь курильная слепота Различные болезненные изменения кожи При дефиците витамина К нарушается свертываемость в крови Что может привести к тяжелым кровотечениям При разнообразном и рациональном питании, включающем овощи, фрукты Организм получает необходимый набор и количество витаминов В случае появления, особенно весной, вялость, головные боли, ухудшение аппетита, мышечной слабости Раздражительность Следует подумать о том, хватает ли в пище витаминов И обратиться к врачу Он определит, какие витамины необходимо принимать Давайте немножечко подгадываем загадки Как на нашей грядке выросли загадки Сочные, да крупные, вот такие круглые Летом зеленеют, к осени краснеют Наверное, я помидоры думаю правильно, ребят, я думаю, или нет На грядке длинный и зеленый, а в катке желтый и соленый Как вы думаете, если я скажу огурец, я буду права? Скинулись игрушки золотые перышки Заставила игрушка плакать без горюшка Наверное, это лук, не должна я ошибиться Маленький, горький, лук убрат Что это такое, подскажите мне Щеки розовые, нос белый В темноте сижу день целый А рубашка зелена Вся на солнышке она Что же это такое? Редис, точно редис Круглый бок, желтый бок Сидит на грядке колобок В роз в землю крепко Что же это? Репка И зелен, и гост На грядке вырос кост Покопай немножко, под кустом Картошка, ребята Без которой мы никогда не проживем Золотая голова Велика, тяжела Золотая голова Отдохнуть прилегла Голова велика Только шея тонка Тыква Из нее получается самый вкусный сок А бабушка готовит самые вкусные кашки Дом зеленый, тесноват Узкий, длинный, гладкий В доме рядышком сидят Круглые ребятки Осенью пришла беда Трежда в доме гладкий Поскакали кто куда Круглые ребятки Ну конечно же, ребята Это наш самый любимый С детства вкус гороха Как надела сто рубах Закрустела на зубах Конечно же, ребята Это капуста Ребята Ваши домашние задания Прочесть Окружающий мир Страницы 54 и 55 Я постараюсь вам найти Интересное задание На портале Учи.ру Спасибо вам, ребята За внимание Я надеюсь и верю в вас И думаю, что Вы справитесь со всеми заданиями И на Учи.ру Вы будете самым Успешным Самым первым Стремительным Первым А-классом Желаю удачи С любовью Ольга Китадьевна КОНЕЦ 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 КОНЕЦ